привет ребята и подписчики и просто гости вот такой нынче у нас чудный станочек китайское стусло бюджетное недорогое в общем года два с половиной назад где-то стоила на у леруа по-моему 1600 но в принципе чё по этому поводу пилит хорошо принципе все я доволен но может быть конечно для профессионалов это и делали ремонт все и пилил дома значит плентуса деревяшки плентуса пластиковые деревяшки потом плентуса к потолку пенопластовые алюминиевые накладки на линолеум в общем чё сталь только не пилил все нормально все бы ничего можно приспособиться только отдержать она кстати в общем и так поворачивается но чё рассказать и двухнаклонные в общем-то и так и сяк принципе работать можно если приловчиться особо наверное если профессионалам накалым то конечно другие запросы вот кстати когда вот так вот кладешь очень удобно пилить им плентуса пенопластовые то есть он лежит плоскостью длинной плоскостью вниз не стоит а лежит и вот под таким по 45 выставляешь и по таким образом вот но только единственное что был косяк такой кстати в интернете стал жалуются что значит пила уходит в сторону уводит в сторону у меня уводила вправо вроде бы выставил все прямые прямой пил делаешь отторцевать стараюсь стараюсь уводит вправо ну значит что итог не делал а прочитал значит пишет один товарищ что пила на ней разводка в одну сторону я посмотрел и правда разводка была в одну сторону но как бы ну и решил я с дурума или по пьяни выпрямить в общем зубья положил на наковальнику начал молоточком стучать ну молодец конечно зубы то каленые и они вот так вот поближе покажу стали выкрашиваться ну конечно обидно ничего я не выпрямил несколько зубов выкрашил но впоследствии это особо не мешает я их практически не замечаю неприятно конечно просто она неприятно еще потому что я тупой вот все равно как бы вроде бы чуть там чё-то и выпрямилось все равно уходит вправо значит начинаю смотреть вот эти направляющие вот эти направляющие у нас получается что вот это передняя вот она сейчас шатает покажу видно значит это стоит под прямым углом задние это наклонена влево ну и естественно получается что полотно уходит вправо то есть начинаешь пилить и она жидко сюда и пошла блин ну чё делать в общем я раскрутил вернее что я раскрутил разобрал опять продается на разобранное что не нравится все разобранное в коробку сложить надо все разбирать и значит вот они у нее здесь у нее вот он такой хвостик фиксатор папа здесь у нее мамы да кстати когда под наклоном пилишь все нормально совпадают резы все путем а вот когда по прямой торцуешь под 90 то получается что и значит но это я тоже снял разобрал вот этот рычаг чтоб сюда подлезть вот к этой нижней прорези сейчас покажу вот она с ключиком покажу вот она это прорезь и я ее аккуратно этим самым как вызвать надфилем потихонечку потихонечку одну сторону я у нее спилил то есть как бы расширил получается в одну сторону и тем самым выпрямил выпрямил это направляющие ну конечно если она тут прижимается барашком если сильно нажать то она опять идет но если так без фанатизма то есть у меня получились они обе параллельно обе под 90 градусов к станине и все как бабушки сходил вот такой вот небольшой косячок на задней все нормально было вот такой у них бывает косяк ну понятно что как бы вещь дешевая ширпотреб отливка тут конечно желает оставлять лучшего раковины металл тонкий но вроде ребра есть но если без фанатизма как говорится только для себя то вещь вполне даже очень приемлемая ну и так частенько и пользуешься там какие-нибудь плентуса рамочки очень удобно все таки с пластмассовым с туслом не сравнить и наклоны и туда и сюда так что в принципе сейчас они конечно подороже я смотрю там и две с половиной и три с половиной ну по сути прижималки мне да кстати есть вот такие вроде бы они конечно хиленькие ну обзоры эти есть в интернете как тоже про них особо не хвалят ну а чтобы на них надеяться но я все равно прижимаю но не так чтобы я прям на них надеялся еще и ими прижимаю и рукой держу если что-то очень длинное еще кого-то прошу подержать за хвост плинтус тот же самый в общем можно исподобиться в принципе нормальная вещь ну как и ко всей китайской к ней нужен особый подход вот такие они капризные ну вот в принципе каратенчик такая вот доработочка так что если кому понравилось кто хочет такую купить и есть как говорится желание доработать можно брать ну все спасибо всем за просмотр всем удачи до новых встреч дальше буду опять показывать свой домашний инструмент так что пока 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 пока